добрый день дорогие друзья беспечность тема этого небольшого видео размышления есть много причин по которым это видео размышления необходимо нам людям дело в том что беспечность как явление духовное она заразная и она приобретает все больше и больше масштабы и не только в россии по всему миру и люди становятся беспечными те которые отвечают за особые сферы жизнедеятельности от которых зависит очень и очень многое и хотел бы напомнить всем нам о том что события скажем венесуэле события в нагорном карабахе события в украине события в россии в соединенных штатах америки события в турции они показывают беспечность беспечность во многих сферах жизнедеятельности таких как политика экономика военное направление стратегическая затем это здравоохранение это воспитание образование и жизнедеятельность людей она связана с беспечностью и когда человек вовремя не производит скажем так профилактических мероприятий то он сталкивается с болезненными явлениями и общество от этого страдает страдает семьи страдает отдельно каждый человек сегодня беспечность в россии максимальная в вопросах демографии то есть со времен второй мировой войны потери населения в россии я не говорю о советском союзе именно в россии они наиболее высокие и процент разводов людей в семьях наивысший и беспечность проявляется на всех этапах жизнедеятельности людей беспечность это в образовании семьи это очень важный момент и многие люди в этом как и родители так и сами девушки парни проявляют очень большую духовную беспечность затем воспитание детей это беспечность и сегодня это видно в том как легко родители отдают своих детей именно детей отдают в гаджеты в телефоны в компьютерные игры в мультимедийное пространство и так далее затем учеба затем работа затем армия затем забота о здоровье и везде везде прослеживается большая доля беспечности у людей и она все нарастает и это беспокоит это беспокоит потому что есть вещи которые можно исправлять а есть вещи которые справляются крайне медленно то есть есть вещи которые можно исправить течение одного дня есть вещи которые можно исправить течение месяца года а есть явление и состояние Которые исправляются десятилетиями И это тоже необходимо понимать И беспечность это духовное явление Поэтому дух и духовное состояние людей Вот это самое главное От этого зависит Будет ли беспечность или ее не будет Или будет правильное понимание, стремление, цели и целеполагание Казанские события показывают всем нам, россиянам, о том Что бдительность в вопросах воспитания гораздо ниже, чем мы думаем И указами, постановлениями, приказами, законами это не работает А работает это любовью, добром, проявлением милости И когда дети в школьном возрасте видят несправедливость Видят коррупцию Ощущают ее как в своей семье Так и в школе, на улице, в спортивных секциях То деградация между богатыми и бедными Именно деградация Она все больше и больше И пропасть, которую падают и одни и другие Она увеличивается Дело в том, что как нищета духовная Так и финансовая Это одна крайность Но вот роскошь Пребывание в заблуждениях Пребывание в изобилии чрезмерном Она также пагубна И поэтому достаток И необходимость Они должны быть правильными Осознанными У каждого человека В завершении этого небольшого видеоразмышления Я хотел бы напомнить нам о том Что беспечность Как духовное явление Имеет плоды И последствия О которых люди Беспечные Не думают Но наступает момент И то, что происходит сегодня в Израиле Между палестинцами и евреями То противостояние Которое сейчас наблюдается В Украине Между Украиной и Россией Это последствия беспечности И хорошо, когда люди Аналитически, духовно Спрашивают у Бога А так ли мне нужно поступать? А вот это ли нужно сделать? А вот это ли мой муж Или это жена? А вот воспитание детей Я правильно уделяю внимание? Есть ли у меня любовь Божья на это? И все это Имеет последствия Беспечность Как духовное явление Поразмышляйте вы об этом А я желаю вам Божьей милости и благодати До свидания